добрый день мои дорогие друзья пришла давно домой но позвонила мне алла ты дома надо к тебе забежать я сейчас на рынке я говорю конечно забегай тем более я ей заказывала чай чай фисташковый с ромашкой а его не оказалось на складе это я в фаберлик пришлось ей отдать свою новую пачку но обещают что привезут где же я сегодня была думаю ну передают что будет холодно уже что будет гололед в беларуси и сегодня дождь и снег но самое страшное это гололед вот ужасно боюсь гололеда это все но еще дождь когда идет но тоже слушайте сумками если идешь куда-то покупаешь продукты и сумки тащите другая сумка на плече так я поставила там кофейок сварить чтобы он не это самое но думаю надо надо сходить а то я никак не могу выбраться в 3 в 3 цены а с когда смотрю что там есть мне там очень много хочется вот и я поехала в пирамиду поехала я в пирамиду сразу взяла сумку на колесах думаю ну что-нибудь может прикуплю заодно в евроопт зайдут мало ли что но три цены мне понравилось в этом самом грине же закрыли три цены там был большой магазин хороший но его почему-то закрыли а здесь маленький магазинчик но вы знаете он такой компактный и он такой интересный и и цены мне там понравились так кофеек мой кофеек опа готов готов а вот и и рубль 50 есть есть и 350 и свечи мне понравились там по 33 90 по моему ну такие столбики такие это самые красненькие подумала думаю нет сегодня брать не буду там у меня немного денег сейчас как-то я уже этот раз после пенсии очень много растратила как-то знаете так в этот самый в морозилку затарила и курицу больше чем на два килограмма теперь такие кур в магазине вообще слоны вот и там и ножик и того и другого думаю пусть у меня будет это самое и детям тоже купила верхнедвинском там купила и творог и то и другое в общем конфеток вкусненького там всего отправила тоже в общем деньги деньги как вода короче думаю пойду я поснимаю видео может быть что-то мне там понравится и вы знаете мне действительно понравилось мне действительно понравилось вы знаете что я там купила я там поснимала конечно но все это ну что это такое какие перепады с этим самым слушайте с электричеством вот этот вот у меня то печки там же этот такой вот висит который чтобы свет вот это вот как-то сказать это чтобы держалась на одном уровне и вот он что-то еще щелкает и щелкает видно где-то что-то напряжение это самое мне это совсем не нравится короче я там поснимала там много новогоднего я особенно ничего не покупала так потому что мне вроде бы не надо было о я не вытащила это самое я купила для унитаза вот это знаете висит такая коробочка там там такое мыльца чтоб вкусно пахло и и пенка была я забыла сумки вытащить вот я все посмотрела все немножко поснимала она будет конечно под музыкой все это и пошла в евро опт в евро оптику пила вкусную свежую булку на третье и даже приплюснула когда начала паковать свою сумку на колесах я ее расплющила потому что ну было вообще горячая булочка нашла салфетки 100 штук за 59 копеек таких даже сейчас не стало бы в светофоре конечно это не новогодние но новогодних нету то ли их еще нету но я не думаю что их уже нету потому что они будут не дешевые они будут дорогие эти красивые салфетки потом я увидела то что я давно смотрю в рекламе по телевизору и у нас я только видела шоколадный я брала такую коробочку а там есть и карамельный есть просто шоколадный и есть с орехами и стоит 265 а здесь я в мясной лавке брала что-то прямо дороже 3 с копейками что-то стоило короче я такую коробочку купила с орешками люблю так утром попить кофейку запечатана конечно кофейку с булочкой сейчас пока не буду открывать потому что надо обедать уже уже время уже половина третьего я сегодня еще и не ела ничего утром выпила пол чашки кофе с одним кусочком булке а булка у меня была с паштетом с печеночным я его купила для кота паштет куриный такой маленький паштетик а он нос отвернул говорю ну ходи холодный ходи голодный печенки нет неделю ходила за печенкой печенку не привозит что-то что-то опять у нас какая-то перетрубация где-то цены не разрешают поднимать в магазин и привозит так как мой кофеек ой опалила губу но пошла посмотреть посмотреть девочки конфеты конфеты еле нашла в магазине их переселили совсем другое место и сделали меньше этот самый ну вот этот как сказать прилавок или выставку эту конфет совершенно маленькую и по дорогим ценам и только подешевле немножко чуть-чуть их как-то не знаю почему наоборот перед новым годом выставляют это но зато очень много различных коробок конфет но они конечно пару коробочек мне там понравилось они по по 7 рублей но там и вес где-то 130 это самое то же вообще дорого но наверное вкусно но наверное вкусно короче коробки я не покупала но я посмотрела что есть такие большие конфеты большие большие конфеты и я так так как я собираю подарок к новому году мальчишкам сама только то что вкусненькая это что мне хочется туда положить то ну что не хочешь разрываться что это такое нету потому что надо же там сам взвешиваешь и сейчас я развяжу и вам покажу и я взяла по три конфетки так сейчас я развяжу чтоб мешок не рвать потому что пакеты мне такие нужны когда я шмяку разрезаю печенку на части чтобы всю не размораживать пакетов много надо и я взяла по три конфетки вот такую вот они там большие такие но куда ты идешь уже это шмяка он не может как же вот без него тут но куда ты но куда ты куда 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 что ты меня нюхаешь вот взяла вот таких вот три конфетки как же они тут называют птичьи птица сладуница это наша коммунаровские эти три конфетки взяла шмяка хотя бы ты присядь а ну хотя бы присядь да я иди 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 на стол туда взяла других три конфетки тоже таких вот больших и в этом самом хотела взять мандарин там да не по 350 мандарины но дело в том что они такие некрасивые они такие были некрасивые прямо какие-то все желтовато зеленоватые я думаю что они будут очень кислые вероятно их собирали зеленые чтобы довести до нас на елки-палки но не хочет и заворачивала же я такими слабенькими узлами чтоб потом развязать они все равно они все равно затянулись эти узлы нет мои нервы этого не выдерживают взяла вот таких вот тирамису называется они как пирожные я себе такие тоже как-то брала мне мне они очень нравятся вкусненькие такие вот две конфетки туда одну конфетку одну конфетку мне так складываем пока в пакет и потом уже на выходе я сначала надо было там взять что-то на два рубля для того чтобы для того чтобы выиграть машину квартиру в минске или 30 тысяч 40 тысяч 50 тысяч я подумала что мне 50 тысяч очень надо вот я уже не не хочу квартиру не хочу в квартиру тоже пригодилась бы моим детям но это же она в минске будет а я совсем не хочу чтоб мои дети уезжали куда-то далеко тут то я их вижу а так потом будешь видеть только по телефону ну вот надо было что-то взять на 2 рубля чтобы мне присвоили номерочек и смотрю там вот такие вот тоже десерт называется вот такие штучки по 59 копеек ну я высчитала что мне надо взять их четыре штуки чтобы было у меня два рубля тут получается чуть больше 2 рубля вот так вот тоже вот такое главное смотрю всегда срок годности потому что еще что у нас полтора месяца до до нового года но и последнее что я купила это вот увидела впервые вот такой вот феликс суп я правда пощупала там что-то очень жидкая но обещается что будет тут еще и кусочки и естественно я взяла два попробовать больше не брала по 79 копеек а так уже по рубль 30 эти пакеты но тут наверное меньше грамм 48 грамм здесь а там сколько а там по моему по 80 но думаю ладно попробую больше не возьму потому что кто его знает он меня товарищ такой да про тебя говорю главное когда я сказал товарищ сказал одразу так знаете косым глазом на меня я взяла две штучки такие он мне не дал дождаться снять видео ходил ходил просил просил говорю ладно дам тебе попробовать я открыла и он с таким удовольствием это все слопал там жидкость и немножко кусочков с треской здесь с рыбой вот зато сушку которую я ему вчера купила которая дешевле появилась не по 14 рублей а по 8 по моему она стала было по 7 стала по 8 уже как получили что-то у него нос уже не гнется что-то ему не нравится по 14 ему нравится больше говорю к шмяка привыкай привыкай дорогое покупать не буду ну и все так вот я прогулялась по евроопту а потом девочки я пошла опять в три цены я пошла в три цены потому что я все же там кое-что высмотрела высмотрела и без этого я не смогла уйти я ходила по евроопту долго думала купить или не купить купить или не купить и пошла и купила сейчас я вам покажу что купила а купила я вот такую вот чашку кружку с новогодним домиком с этим самым тут этот еще снеговик снеговик а что тут еще больше ничего новогодний домик а птичка еще сидит а с этой стороны нету птички интересно с одной стороны есть птичка вот смотрите вот здесь она на трубе сидит птичка с этой стороны и нету здесь только снеговик шарики а здесь еще шарики вот когда я ее увидела там были еще еще другие были поменьше и такие лисичка там было еще что-то но они такие вот серенькие мрачные скажем так что мрачники но когда я увидела вот эту вот красную да вот такой картинкой но все я не могла пройти тем более если бы она стоила девять рублей как в этом самом фикс прайсе я по ее конечно даже не подумала купить ну что это чашка кружка девять рублей они да они ничего там золотыми серебристыми этими снежиночками но девять рублей это вообще а это три рубля 13 копеек ну как я могла мимо нее пройти ну вот хочется перед новым годом праздничного настроения я даже вон видите так я не вижу не знаю я наверное загородила это все но сейчас я посмотрю вы видите ли не видите конечно вы не видите ничего я же я же как раз села так чтобы это вы не видели да вот видите включила гирлянду там у меня орехи там у меня домик только свечка не зажжена и там лимон лимон а еще были мандарины но естественно мандарины я уже съела потому что они вы знаете вот когда дома лежат а в кухне у меня тепло в доме холодней там батарея вот это вот трубой у меня она как-то она под окнами идет потом она тоньше и она так вот если мало нагреваешь что там так сильно не нагревается а кухня это тепленькое местечко вот и мандаринки на столе лежавшие начали так стали подвялые и поэтому я быстренько быстренько первый раз купила я детишкам отправила вот а это самое этот раз я их съела сама а сегодня не купила посмотрела не понравились совсем не понравились думаю вот кислые мне почему-то показалось что они будут кислые ну вот так вот я сходила прогулялась пришла домой вовремя успела хотела я сегодня в берете у меня же есть берет девочки я единственное что я носила на голове нет не единственное еще у меня была когда-то чалма ангоровая она у меня была такого цвета вишневого вот ее я носила тем более я ведь работала на рынке и зимой стояла и с голой головой это было уже никак но она была вот такая вот широкая и здесь с перед с переплетом но она как-то сносилась ангора ведь она вот особенно вот здесь вот с обратной стороны она же стирается воротник я ее уже и выбросила а берет я одевала редко но он черный вот если бы сейчас мне попался бы берет ангоровый что-то такое вот розово-сиреневое может я бы обязательно его купила но вот со светой своей она торгует шапочками я это самое это не та света которая ушла это другая света вот это самое если бы она привезла ангоровый берет я по нее купила такого цвета потому что черный уже сейчас в моем возрасте носить черное но как-то вот как-то старит ну вот а так сегодня было холодно уже и я решила все таки одеть на голову свой черный берет ну как бы так вроде ничего все-таки приятней зато и волосы не стали в разные стороны а потому что обратно когда доехала уже начался дождик уже дождик и снежок уже сегодня это алла уже пришла как я пришла домой алла ко мне пришла мы с ней попили чайку съели мороженое вот прошлый раз я мороженое с пирожными покупала этот раз алла пришла с мороженым вот и посидели поболтали немножко но я не снимала потому что она все время кричит не снимай меня не снимай меня ничего не снимая не знаю но не хочет не надо поэтому я уже не стала даже и даже приспосабливаться и присматриваться тем более я пришла у меня руки замерзли перчатки кстати купила же хотела перчатки хотя бы в сумку положить надо вот теперь так и сделать положить сумку если будет холодно чтоб можно было хотя бы по дороге одеть ну все мои дорогие ну вот не налила в эту чашку кофе но уже следующий раз потому что я ведь ее не помыла но нельзя грязную чашку наливать кофе правда так что следующий раз будем пить кофе из этой новой новой кружки все на сегодня все вот так вот посидели поболтали с вами немножко надеюсь вы со мной вместе кофе попили или чай меня кстати лимон есть а я все кофе варю пора уже с лимончиком кофейку попить чайку чайку не кофейку а чайку я когда шла между прочим так замерзла что думала я сейчас сварю кофе и налью туда бальзама аришского но потом пришла нет что-то не хочется я больше люблю вот отдельно лучше выпить ложку бальзам и потом кофеек запить но это я думала по дороге а вообще я говорю что я не очень спиртное люблю поэтому меня шесть лет ставит это бутылка но вот я ее открывала как вася приезжал когда мясо по моему готовила я уже не помню мы так чисто символически попробовали и вас и опять я поставила опять поставила далеко далеко ну вот все мои дорогие на сегодня все